Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 26 апреля, день Артемона, назван в честь святого священномученика Артемона. В царствовании Диоколектиана возникло великое гонение на христиан, от них требовали поклонения идолам. Святой Артемон ловил диких зверей Словом Христовым, и за ним следовало два оленя и шесть диких ослов. В это время его поймали и связали. Он же послал зверей к епископу. Звери пришли к нему, и оленя сказал человеческим языком, что Артемона поймали и ведут на мучение за Христа. Одно из чудес, которое сотворил святой Артемон, было уничтожение змей в храме Бога Асклепия. В этом храме жили змеи, которым развод приносили жрецы сладкую пищу. Святой Артемон смело пошел к этому храму. Змеи, точнее заключенные в них злые духи, не унося приближения одаренного силою Христову Артемона, подняли страшный свист и смятение в храме. Так что он колебался точно дерево от ветра. Видя это, народ бежал от страха. Святой Артемон приблизился к дверям и, сотворив крестное знамение, безбойзно вошел внутрь. Змеи сделались неподвижны. Святой обратился к истинному Богу с такой молитвой. «Господи Боже мой, через раба своего Даниила, сокрушивший Вавилонского вилла и змея убивший, ты и теперь силою Твоею через меня грешного сокруши главы змеи сих, чтобы прославилось Твое святое имя». Артемон приказал змеям следовать за ним, вышел вместе с ними вон. Увидев вышедших из храма змей, народ пришел в ужас и бросился бежать. Святой Артемон дунул на змей, и они тотчас стали мертвы, простершись пред ногами его, как пораженной молнией. Один из них был так велик, что имел пять локтей в ширину и двадцать пять в длину. Народе считалось, что сегодня трава медуница обладает целебными свойствами, поэтому отправлялись в лес на ее заготовку. Расцветала медуница одновременно с подснежниками. Медуницу также использовали в приготовлении еды, добавляли в салаты. Сегодня также молились святой Фомаиде. Народе считали, что она помогает избавиться от блудных страстей. Фомаида жила честно в большом доме с мужем и стариками-родителями. Свекр положил на нее глаз и хотел склонить к греху, урожая расправы. Она смело ему ответила, что если даже рассечет ее на части, то она никогда не согласится на такое беззаконное дело. Свекр мечом разрубил ее на две части. 21 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует творческие способности. В организме ускоряются процессы обновления и оздоровления. Особенно благоприятны совместные занятия по интересам. В течение этих лунных суток проявляйте высокие нравственные качества. Если вы решили сменить работу, то сделайте это сейчас в самое приятное время. Энергетика суток подавляет работу печени. Поэтому в питании отдавайте предпочтение продуктам с кислым вкусом и красным цветом. Они поддерживают энергетику печени. А потребление животных жиров и белков ограничьте до минимума. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok